добрый день всем меня зовут елена ронина я рада приветствовать вас у меня на канале который называется елена ронина культ поход с писателем и сегодня мы уже продолжаем но и где-то начинаем говорить о романе завтра были письма елена ронина ну вот роман этот написан был достаточно давно это его переиздание но вот в эксмо он вышел только что это 2023 год и вот есть тут такая надпись что все события в книге вымышлены большое спасибо моему редактору антонине самофаловой и прекрасному совершенно художнику который сделал эту обложку обложка действительно очень красиво это елена куликова но и прекрасная здесь фотография анечке леонтьевой так что спасибо всем кто принимал участие в создании этой книги и конечно в первую очередь издательство эксмо за то что книга вышла хорошим тиражом и сегодня ее можно везде купить как правило когда я начинаю говорить о каком-то своем новом романе я начинаю сначала и начинаю читать просто самое начало потому что вот от этого зависит захочется ли вам читать дальше заинтригу или я вас этим началом или нет интересно вам будет или нет я себе здесь позволила начало такой очень неспешная очень такой муж подсказать можно даже сказать философская но мне хотелось погрузить вас в атмосферу этой истории этой непростой истории истории двух женщин женщин которые круто изменили свою жизнь которые не побоялись в этой жизни перемен которые где-то даже изменили себе и наперекор всему тому что было вокруг они все равно шли своей дорогой это очень очень важно но давайте начнем читать роман потом немножко поговорим так как всегда и здесь есть вот такая такой небольшой такая небольшая цитата который я начинаю эту книгу никогда не возвращайтесь в прошлое не стоит искать сегодня тот миг радости который посчастливилось пережить вчера индийские мудрецы пролог слава стояла посреди леса на уютной солнечной полянке ветер выращивал листья берез медленно шелестели сосны покачивались стволы кряжистых сосен слава посмотрела наверх солнце светило мягко и ласково не ослепляло не обжигала опять шум осин как будто что-то быстро перелистывал плотные страницы книги почему деревья шуме так по-разному дубы стихим гулом сосны со скрипом березы радостно как смехом заливаются осины всегда тревожно всегда с нервным шелестом если бы слава могла она бы обхватила одно из этих стройных деревьев с небольшими круглыми листочками прижалась к стволу с серой корой всем телом и постаралась успокоить остановить эту вековую дрожь удивительно пахло ландышами и грибами разве такое бывает как могли встретиться запахи весны и осени может быть это сон да нет же во сне не бывает запахов не ощущается порывы ветра здесь все реально почему тогда она блондинка и у нее кудрявые волосы и кто этот мужчина напротив высокий брюнет с красивым скуластым лицом в костюме пиджак надет поверх синей олимпийки так давно уже никто не носит похоже олимпийку с молнией змейкой на груди носил еще славен папа синий олимпийка с белой отделкой по вороту и манжетом мужчина улыбался славе как улыбается очень близкому и родному человеку во взгляде столько любви столько нежности слава почувствовал эту нежность так как будто она была вложена в прикосновение они во взгляд вдалеке лаяли собаки легкий ветерок развивал славиной кудре а молодой мужчина все смотрел смотрел и улыбался черные волосы с небольшой проседью за чесно назад руки скрещены на груди мужчина стоял широко расставив ноги так стоят спортсмены или просто уверенные в себе люди подбородок немного приподнят голова чуть склонена на бок во взгляде считается вопрос мужчина как будто спрашивает где ты почему тебя так долго нет взгляд немного беспомощный и виноватый глава 1 так слава и проснулась с ощущением счастья с улыбкой на губах приснится же такое почему она вдруг стала блондинкой слава всегда была рыжий никогда цвет волос не меняла хотя мысли такие были да и парикмахеры советовали у вас очень белая кожа но конопушек никаких вы вполне можете отойти от рыжей гривы вашем случае она смотрится неестественно снежная зима как могут быть неестественными натуральные волосы думала слава и не шла на поводу у мастеров ну собаки ладно это к друзьям сегодня они встречаются с ритой вот тебе и собаки почему они лаяли без присты без пристанно тоже ясно рита болтает без остановки естественно скучает по русской речи а вот мужчина кто это как правило слава во сне видела реальных людей а этот человек был ее ей абсолютно незнаком она видела его впервые вот одет он был как папа странно может это к тому что он давно не была у папы на могиле и сразу пришло чувство легкого стыда ну как же так вот вернется из командировки и надо сразу же сходить не не откладывая слава знала что это важно и для мамы для нее собой можно ли напитаться энергией на кладбище странно но в ее случае именно так и происходило кто-то в церковь ходит кто-то в баню кто-то к психологу она к папе на кладбище решено возвращается и сразу же на никола архангельская слава посмотрела на часы 7 30 нужно вставать и идти в ресторан завтракать она еще раз попыталась ухватить какую-нибудь нить сна если немедленно не сосредоточиться все подробности улетучатся и слава уже никогда не поймет зачем ей приснился этот сон а может и не нужно понимать когда-то она жила по снам вычитывала в сонниках и значения расшифровывала следовало как и казалось советом который услышал ночью потом перестала обращать внимание только время терять но в этом сне хотелось остаться его настрой был таким теплым что ли она встала с кровати подошла к большому зеркалу да нет такая же рыжая с копной непослушных волос и достаточно стройная та женщина и сна была полноватая странно что во сне человек может видеть себя со стороны слова растрепала волосы чтобы немного взбодриться потянулась и пошла в ванную комнату по дороге нажала на телевизионный пульт нашла новости это всегда только фон и еще возможность видеть время и собираясь ориентироваться на него 735 и на дворе 2013 или просто 13 эта цифра никогда не была для славы приносящей беду и все-таки пусть будет красивая дата полностью когда-то в далеком детстве слова думала а как это будет в 2000 году она же станет древней старухой 36 лет что это за возраст она даже представить себе не могла 36-летний почему-то могла 40-летний ясное дело жизни позади в 50 это уже не жизнь а так доживание все возвращаемся с ярмарки то есть до 20 еще весело идем на ярмарку ну ладно пусть будет до 30 и все весело потому что впереди нас ждет праздник полный развлечений сюрпризов подарков ярких красок и смеха а потом все все с горы до юношеский максимале максимализм и вот уже рубеж пройден и можно оглянуться назад и спросить у самой себе а что такое 36 лет как выяснилось 36 лет это тот же подросток и ветер в голове и тут же юношеский максимализм и сильно не задумываешься о том что дальше впереди еще вагон времени и четкое ощущение что до ярмарки еще ехать и ехать все самое интересное только ждет сегодня ей 46 она зрелая молодая женщина и ярмарка как раз сейчас и и идет просто женщиной она станет наверное 50 но скорее всего все таки в 56 или вообще ближе к 60 до 60 лет возраст абсолютного счастья об этом слова как-то прочитала в немецком журнале и уже не удивилась поверила так и есть возраст когда женщина лишается сразу всех комплексов она больше ничего и никого не стесняется и все по плечу у нее есть деньги чтобы хорошо выглядеть есть время заниматься собой но тем не менее миллениума она ждала и что впереди как она будет в другом честь тысячелетия тысячелетия получалось что люди перешагнувшие порог участники большой истории им предстояло жить сразу вдруг двух веках не всем такое суждено на удивление мало все все изменилось также жили также бежали на работу ругались радовались солнцу прятались от дождя никакой сказки никакого чуда во всем этом новом тысячелетии славу раздражало только одно когда год обзывался одной цифрой допустим это случилось первом году а это в третьем это казалось ей несправедливым по отношению к масштабности события но какой он первый разве так можно поэтому она всегда и везде использовала для года четырехзначный формат это случилось 2007 году да она во всем была человеком конкретным именно это качество и помогло ей несколько лет назад создать и возглавить успешный на сегодняшний день журнал романтика в ее натуре тоже присутствовала но никогда не могла увести в сторону от того что задумано слава никогда не изменяла себе на завтрак всегда брала кофе чай это уже потом в течение дня и никаких зеленых сортов никакой мяты и бергамота только черной можно добавить лимон но день хорошо начинать с кофе своеобразного наркотика заменяющего сигареты и все остальное вредное для организма не полезная американо с молоком и без сахара кофе обязательно должно быть очень должен быть кофе обязательно должен быть очень горячим и такое же горячее молоко эта фраза произносилась всегда и сегодня была сказана официанту с неизменной улыбкой и немного виноватым пожатием плеча но что поделать я не привередливая просто день длинный еще и рабочий заряд бодрости получен будет именно сейчас так пусть же и настроение соответствует прекрасной солнечной погоде установившиеся в эти октябрьские дни опять октябрь как тогда она хотела вернуться в этот отель ей было интересно еще раз взглянуть на красивую лужайку через огромную стеклянную стену ресторана еще раз пройтись по прямым тихим коридором отеля утопая каблуками в длинном ворсе ковра и пусть портье улыбаются в этот раз ей они ее спутнику из прошлого это она заказала номер она за него платит она никого не сопровождает ну вот такое начало романа завтра были письма она действительно немножко длинная она такое романтические не повествовательная описательная но она абсолютно входит в атмосферу этого романа в этом романе действительно много будет таких отступлений и много разговоров и автора меня я где я разговариваю сама с собой и разговариваю с вами эти мысли которые мне хотелось поделиться но вы наверное уже из начала этого романа поняли что успешная достаточно женщина который несколько лет назад создала свой журнал то есть такая вот сегодняшняя бизнес бум он приезжает в командировку в германию ну вот скажу вам что она приезжает на большую книжную ярмарку и она приезжает сюда в общем как бизнес-леди где у нее будет и ярмарка и переговоры и интересные встречи и она готовилась к этим к этой поездки естественно естественно будут какие-то милые сердцу встречи вот своей подружкой ритой и это кстати вторая вторая героиня романа слава это первая героиня романа то которая рыжая с хорошей фигурой который 46 лет еще рита которая постарше славы но тем не менее они дружат и вот мы видим то что славе очень важно было приехать и остановиться именно в этом отеле и самой заплатить за этот номер и самой заплатить за этот отель и мы понимаем что это отель самого высокого класса и сейчас вам уже скажу что действие романа происходит в прекрасном городе недалеко от франкфурта который называется визбаден и это тот самый визбаден где есть знаменитое казино казино и где до сих пор баден баден и визбаден они ругаются между собой за пальму первенства где все-таки свое состояние проиграл достоевский визбадене или в баден бадене визбаден уверен что конечно это произошло там визбадене в казино визбаден и мы понимаем что есть в этом отеле какая-то тайна и вот нам на протяжении этого романа эту тайну надо будет раскрыть что же все-таки произошло и что же случилось в этом визбадене и в этом отеле какая тайна и что зачем слава приехала сюда то есть она хочет разобраться со своими мыслями со своим прошлым который ее не отпускает и так она и есть и она до сих пор еще не поняла вот она правильно поступила в этой жизни или неправильно было принято какое-то очень сложное решение в ее жизни и это решение вот ее ее гложет чувство что что-то может быть она не доделала или сделала не так и правильно ли она сделала выбор еще раз повторюсь в этой книге действительно очень много про выбор если вы сейчас как раз находитесь вот в принятие какого-то решения вот вот в этой ситуации принятия решения возможно вот прочитав этот роман вам вы найдете в себе силы и это решение принятие примите и это решение примите правильным я надеюсь что этот роман вам в этом поможет ну а мы продолжим с вами в следующий понедельник поскольку мы понедельником с вами читаем из моих книг или рассказы или части романов и повестей меня зовут елена ронина я буду рада если вы эту книгу приобретете и напишите пару слов либо мне либо отзывы сейчас этих книг продается эту книгу можно купить везде на любом интернет-ресурсе и говорят что вальберис очень не хорошо приносит прямо на дом но есть в лабиринте на литресе есть электронный вариант этой книги поэтому читайте ну а мы потом естественно будем обсуждать то есть мы вот сейчас будем все вместе читать эту книгу а через где-то месяц полтора мы устроим разбор как всегда я делаю стрим где можно будет задать мне все вопросы обсудить кто тут был в этом романе прав кто виноват меня зовут елена ронина я как всегда вам желаю берегите себя я желаю вам мира я желаю вам обязательно здоровья занимайтесь своим здоровьем пожалуйста не пропускайте никаких медицинских процедур если они вам показаны сейчас это очень важно многие опять болеют к видам с очень тяжелыми осложнениями и вот люди которые как-то к этому относятся халатно вот просто покидают этот мир а это просто с это это страшно это ужасно но я всегда рядом всегда с вами елена ронина еще раз повторюсь меня зовут и всего вам доброго и хорошего хорошего вам它 всегда гида по вот 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 Продолжение следует...